здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая обожаю вас всех за ваши гадкие комментарии кто написал тупая бабка миха я тебе этого никогда не прощу тебе еще рано писать комментарии на моем канале в другое место к молодежи поближе значит сегодняшняя тема лук вообще-то вот перед вами тот лук который я приготовила к посадке но предпосадочной обработки он еще не прошел и ему еще рано это делать это будет в апреле запомните мы в апреле это будем делать значит здесь red семку это золотистый семку это комета любимица белая но это любимец публики а мой то уж в частности бамбергер чё ж я вам хочу рассказать про лук да я хочу сказать что обратите внимание вот на белом луке появился один росточек два месяца лук лежит в квартире с температурой 32-34 градуса он слегка просушен как я вас учила на газетке рассыпать да и он стоит в пакете в ведре не завязываем разумеется пакете в ведре около холодильника за дверью в ванной там постоянная теплая температура но вот один только больше ни на одной луковички нет ростков значит правы значит хранение совершенно правильно но сегодняшняя тема это температурный режим почвы при которой желательно вы посадить лук и у меня в руках опять планшеты я хочу вам просто нарисовать чтобы вы еще глазами посмотрели то что я говорю видать вы не слышите вот лук особенная культура и вы это должны понимать а вот почему особенная да потому что у лука как у многих луковичных и не только луковичных у него холодный старт мы когда садим под зиму лук мы что добиваемся при охлажденной почве у нас луковичка не нагреваясь выпускает корневую систему а не гонит вверх перья правильно правильно и весной у нас посадка должна быть столь ранней чтобы не загнать лук в стрелку но и при этом чтобы получить хорошие корневую корневую систему но как следствие естественно большую крупную вызревшую луковицу смотрите как только температура почвы достигла плюс шести и до вот очень внимательно двенадцати плюс вот в этом разбеге вы должны посадить лук если у нас с 1 мая по 5 мая вот такая температура почвы не воздуха почва вот пишу вам почва сто раз посмотрите вот этот рисунок плюс 6 плюс 12 с 1 по 5 мая температура почвы вот тогда обработанные лука мы это пройдем еще пять раз перед посадкой как правильно обработать лук и какие методы посадки все-таки предпочесть значит вот тогда мы высаживаем вот в этом вот разбеге с 1 по 5 мая почему сейчас объясню у нас 5 мая великий праздник день святого луки их вообще 22 в году но этот самый главный даже пирожки с луком несут в церковь осветить для того чтобы почтить этого святого это это как раз те дни когда и лука чеснок они уже должны быть в земле потому что температура то будет такая вы просто забываете про это вы чего пялить и его в эту землю ага пришел никола не бойся никого 27 градусов плюс на улице температура почвы плюс 25 мы же в поверхность садим вы же понимаете что корневая система не пойдет ну лук в теплой почве он не способен пустить корни не способен он только в холоде способен это сделать он у вас погонит перо и естественно что без корней сделает ага правильно постоит ну дня три максимум а потом завалится и сгниет вот это вот все как положено вы этого хотите поэтому пожалуйста приготовьтесь температура почвы плюс 6 плюс 12 градусов этого достаточно подготовка почвы это обязательно зола под перекопку можете осенью это сделать внести ложку столовую полное комплексное овощное удобрение на один квадратный метр одна столовая ложка без верха это минимум но он там должен быть обязательно ну услышите меня пожалуйста вот это то что касается температуры а дальше все по плану в следующих наших программах всего доброго вам и до свидания